Винсент Килпастор Беглый Аудиороман В выходные праздники Отец вставал раньше всех в доме. Мурлыча под нос арию мистера Икс заваривал крепчайший кофе, горковато с зверским запахом которого пытался растормошить и меня. Он раскладывал по столу ворох бумаг и, перезаправив инкрустированный паркер, самозабвенно писал до самого вечера. На стенах кабинета плотно развешаны книжные полки, одна из которых исключительно заставлена историческими трудами отца. По соседству с ними на других полках живут официальные золотые обрезы Тургенева, Диккенса, Мопассана и Чапика. И хотя творчество отца было очень далеко от литературы, малоблагодарный процесс взлохмоченной писанины с пятнами очернил на руках считался у нас дома одним из самых почетных. Когда отец писал, дома нельзя было включать телевизор и магнитофон, ронять посуду, громко разговаривать или топать ногами. Проснувшись, я наскоро проглатывал выставленный матерью завтрак, сгребал в охапку маленького пуделя Борьку, которому отцу подарили на новоселье, и мчался исследовать необъятные Сергели. Сергели были в ту пору маленьким спальным островком среди бескрайних полей ближнего ташкентского пригорода. Поля были пересечены речушками, оврагами и прочей Сьерра-Леоны. На поле чудес росла гигантская сладчайшая клубника. Нужно было лечь на спину и тихо ползти между грядками так, чтобы не увидел со своего шалаша бабай-сторож. Я тогда сделал первое в жизни философское открытие. Когда чего-то слишком много, даже клубники, то быстро приедается. Проглотил несколько сросшихся ароматных ягод иной раз с примесью глины и вдруг понял, что наелся. А клубничка смотрит со всех сторон и смеется. В ходе одной из наших бесчисленных с Борькой исследовательских экспедиций мы изобрели на Сергилийское кладбище. Место, которое для меня, Макса, Димона, Лешего, Альбы, да и Борьки, стало секретным островом. По тайным уголкам детства, которые есть у каждого. Праздники в жизни обычно кончаются моментально и сразу, напрочь, как и шампанское. Я просыпаюсь на родной кушетке в кабинете отца в будничное, свинцово-тяжкое утро понедельника. Но мне все равно быстро становится радостно и светло. Светит сквозь полупрозрачные шторы робкое солнце, из кухни ползет запах обжаренных на сливочном масле пельменей, и, главное, не поет больше Михаил Круг. Угомонился. Или доехал-таки в свой смердючий Централ, вдосталь нахлебавшись горе и бед в дороге. У меня нет паспорта, прописки, работы и копейки денег. Опять придется возрождаться из пепла с полного нуля. Благо, что не впервой. Но с каждым разом это становится все хлопотнее и хлопотнее. Будто бы продолжается моя отсидка. Вот только устроюсь в норке, обмякну, а тут снова нужен гол. Кому-то вечно от меня нужен гол. Иду по улице Бок-Чинар в сторону автобусной остановки. Бок-Чинар. Как бог войны или бог ветров. Раньше эта улица, помнится, называлась улицей Михаила Масона. Чем ему успел насолить археолог Масон, приехавший в Туркестан еще до революции и благополучно ковырявшийся в глине до самого начала перестройки, ума не приложу. Наверное, фамилия у него неправильная. А может быть, Масон докопался таки до сути и принял ипостась бога Чинар? Поразительно. Сколько знаковых событий я пропустил, пока сидел в каталажке. На улицах прибавилось иномарок. Да и отечественные тачки выглядят иначе. Все мчится, крутится, жужжит, дымит, пролетает мимо, грозя сбить с ног. Хочется встать, и оторопело пялиться по сторонам. Я стал тормозом. У меня реакция подводной черепахи. Вроде Ташкент, а вроде бы и нет. Магазины и остановки покрылись золотистым анодированным алюминием. Везде гордо написано «Панасоник», «Филлипс» и «Узбекистан – страна с великим будущим». ИА «Юртбаши». Я думаю, и настоящее у этого самого ИА «Юртбаши» тоже удалось на славу. Особенно нелепо золотистый алюминий выглядит на хрущобах. Реликт коммунистических достижений с покосившимися водосточными трубами, облезлой штукатуркой подъездов и вдруг блестящим позолоченным бельмом. Юридическая контора «Маслохат». Я бы добавил им под заголовок слоган. «Маслохат. Реальные маслокрады – это наш профиль. Утрясаем всю канитель от штрафа до мокрухи». Раньше город мой был багрово-красным, пролетарско-революционным. Сейчас госцвета поменялись, и весь Ташкент стал сине-зеленым. Сине-зеленые автобусы, сине-зеленые трамваи, зелено-синие вывески и сине-зеленые деньги. Хамелеоновая мимикрия цветов Ташкента зацепила и название улиц. Бывшая нищебродская стала теперь Амура-Тимура, Карла Маркса превратилась в одночасье в Ататюрка, а сквер революции стали именовать звонким словом Хи-Йо-Бан. У людей серые лица и мертвые глаза. Люди одеты в разные оттенки серого, будто и тут действовал режимник Бахром со своими деревянными солдатами. Никто не улыбается. Стало больше суровых женщин, затянутых в мятые мужские пиджаки, типа того, что носит Махмуд, Ахмадин и Джад. Пиджаки плохо сочетаются с их цветастыми платьями. И у грюмых мужчин в таких же непознавших утюга брюках все поголовно в галошах на босу ногу. Пометуя главный урок строгого режима не давать повода ментам, я первым же делом и марширую в ментуру. Отмечаться о прибытии, получить разрешение быть. И как вообще дальше быть, если честно? Менты ведь мне теперь не говорят, что делать, и я от этого немного в растерянности. Пора включать ручной режим своим умом. Тусуюсь сейчас по бескрайним кондиционированным мраморным коридорам Сергилийского ОВД и только глазами хлопаю. Лепота, палаты, почище, чем в Госдуме какой будет. Прождав липких сорок минут какого-то капитана Казематова, я, наконец, удостоен высочайшей аудиенции. Под большой пловной тарелкой с изображением птицы Симург восседает сам капитан Абдукаюк Казематов. Страстный любитель плова и других земных удовольствий. Вы заметили эти жирные мочки заправского сластолюбца? Лицо капитана Казематова носит черты типичные для восточного военачальника. Зайди я, например, в кабинет лет 50 назад Абдубайстрюк Казематов, весь блестящий, черный, как у байкера кожи, сидел и излучал бы тут государственность с Маузером и под черно-белым портретом Иосифа. А вот сдвинка стрелки назад еще лет на 50. Абдукаёб Баши носил бы вышитый золотом халат, а вместо китайского вентилятора на цапельной ноге стояла бы тут наложница в выдающих целлюлит-шароварах с нафталиновым опахалом из павлиньих перьев. Ассалам алейкум, гражданин Башлык. Что, кишколдак? Вспомнил, кому покрыщики порадал? Львиным рыком приветствует меня Казематов, не отрывая глаз от кроссворда в журнале «Муштум». А торопело протягиваю волчий билет. Ничего о покрышке я не слышал, гражданин начальник. И я? А почему не рабочий спор, а? Даже не глядя в справку, где значится, что я на воле всего лишь второй день. Абран турмаза хотел пингвим бешкутакски. Капитан мечет глубокой желтизной молнией, характерной для глаз человека, который точно и давно знает, с какой стороны у него печень. Пять дней даю, чтобы паспорт взял, переписался, тыру доустроился и доложил, перешел. Чун дым и трусок. Я охотно подписываю гербовую бумагу, обязующую меня на русском и узбекском языках докладывать обо всех готовящихся преступлениях и терактах непосредственно капитану Казематову. С низким поклоном пячусь к двери. Уже у самой двери он снова окликает меня. Эй-эй, тухта, паровоз, тормозок вообще, на вот, возьми купон, пойдешь в центр реабилитации, отдашь им купон, они тебе бабка дадут на первое время. Че вылупился? Кет нахуй отсюда. Нужен будешь милисс и сам тебя найдет. На лестнице РОВД я нос к носу столкнулся со своим убийцей. С тем самым мужиком из Зангиоты, что всегда говорил, будто знает, где меня искать. Неоднократно обещал найти и завалить. Заметил я его слишком поздно. Эх, если бы только я не смотрел себе под ноги, опустив гриву, может быть, и был бы шанс резко развернуться и скрыться за углом. Так или иначе, о побеге теперь не могло быть и речи. Можно позорно рвануть сейчас обратно к спасительному Казематову с криком «Убивают!» Но мне сразу стало стыдно от этой мысли. Ты чё здесь, гадёныш? Стучишь уже? По его тону я понял сразу всё. На самом деле он хотел сказать «Блин, вот это жопа, братан, куда ж мы с тобой попали, а?» И этот тон сразу вернул мне спокойствие. «Да вот, дал подписку стучать уже и купон получил. Там всем дают. Угу, и тебе тоже выпишут. И чего бы им на месте наликом этот купон не развести? Я сейчас на автобус половину суммы истрачу, пока доеду». «Купон? Покаж!» Я благоговейно продемонстрировал полиграфическое воплощение щедрости великого юртбаши. «Тысяча суммов?» Да они обдолбались. Он, видимо, поймал себя на мысли, что первый рад в жизни мы не обмениваемся словесными тумаками, а довольно дружески беседуем. И сразу нахмурился. «Что? Маловато тебе хозяева выделили, а?» «Ну, чё уж там, не густо». «А где кабинет Хадиматова? Не по курсам?» «Казиматова?» «Да вон, под черепаху дверь разделана. Там. Тебя чё, дождаться, что ли, внизу?» «А есть темы?» «Да с тобой козлом разве же отмутишь чего серьезного?» «А вот, между прочим, со мной как раз и вали. Увидимся еще». Мне показалось, что расстались мы, если не друзьями, то уж точно близкими товарищами по несчастью». В центре реабилитации расположенном в здании бывшей стоматологической поликлиники Менахима Йофе добрая маленькая кореянка сразу же дала мне целую тысячу суммов и почему-то спросила, не собираюсь ли я в ближайшее время жениться. На шее у кореянки была толстая рыжая цепочка с хищным лобстером. Алик Наркалыга на этапе делился, как работают эти излишества туалета. Ты идешь ей навстречу в развал, а подельник бежит на терпилу сзади. Пробегая мимо, больно толкает ее под лопатку. Цепь надо рвать в этот самый момент, пока жертва воздух от возмущения набирает. Раз! Быстро и не больно, как хороший стоматолог. Без раскачки. Я оторвал неприлично задумчивый взгляд от корейских сисек с лобстером. Сказать честно, еще как собираюсь жениться. Вот прям сегодня, думаю, и подженюсь. Потому что, пока я ехал в сороковом в этот раздолбанный центр реабилитации, вокруг были самые красивые на всем свете девушки. И мне хотелось только одного. Унизительная зависимость. У меня ничего нет. Столько забот и проблем. А волнует только одно. Секс. Секс — это, наверное, и есть самое главное. Паспорта, прописки, трудовые книжки. Шелуха — это все. Ребята. Я обменял купонь на сверхмягкую, как туалетная бумага, узбекскую валюту и двинул к Леди Ди. Надеяться, что в личной жизни Ди ничего не изменилось, было бы по меньшей мере наивно. Сначала, когда-то, я изменил ей в институте, встретив Веронику. Она единственная потом, кто приехал ко мне в папскую зону на свиданку. Правда, мы были не расписаны, и мне только слегка удалось о нее потереться на двухчасовой свиданке. А потом, через полгода, она написала, что вышла замуж и беременна дочкой. Не от меня. За два года в Зенгеате я не получил от нее ни строчки. Ди успела съездить во Францию, поработать там, развестись с мужем и вернуться в Ташкент. Мне некуда было больше идти. Сладкая тетка моя вернулась домой в кишлак, а слушать вздохи матерью о моей погубленной жизни просто надоело. На большую часть деньги на первое время я купил в будке две банки популярного тогда у подростков коктейля в алюминиевой банке Алко. Пока торгаш карабкался по полкам к указанной банке, я резко выдохнул и быстро сунул за пазуху два банана и сникерс. Это для Ди вместо цветов. Жесткий лимонад с отвычки сразу шибанул мне по мозгам. Поэтому, проходя в переулке между Чайкой и торговым центром, я, убедившись, что вокруг нет ментов, поднял голову вверх и заорал «Швобода!» Леди Ди, как ни в чем не бывало, открыла дверь. На мою удачу она решила посвятить себя ребенку, и теплое местечко в ее румынской кровати оказалось незанятым. Я сразу же решил на ней жениться. «Ты, Шурка, это, завтра давай. Перевези ко мне все свои вещи, ладно?» «Да какие вещи у меня, вещей вон у сыда хвост! У тебя побриться-то есть чем? А ничего, что у меня станок розового цвета. Он совсем новый. После того, как бреешься в секторе холодной водой и тупым лезвием, мало волнует, что пенка для бритья пахнет вишней, а станок вызывающий женский. У бритв, на мой взгляд, нет половой принадлежности. С трудом дождавшись, когда ее юркая дочурка уснет, мы разделись до нога и долго-долго стояли, крепко прижавшись друг к другу. Это был самый волшебный момент за последние лет семь. Я идиот. Нужно было набраться терпения и простоять вот так, не двигаясь, всю оставшуюся жизнь. А я начал возиться и сразу все испортил. Когда, наконец, перед самым утром я оставил Ди в покое, и мы просто лежали на ее огромной удобной кровати, я впервые испытал сильнейшее желание обо всем рассказать. С первого дня и до последнего. «Знаешь, Ди, знаешь, а я ведь сидел не совсем так, ну, как бы это сказать, не совсем так, как принято в приличных домах. А разве в приличных домах принято сидеть?» Ди рассыпалась горстью серебряных монет и тут же уснула. Афганский альбом. Авиабаза К-2 «Ханабад». В 1979 году на базе ВВС СССР «Ханабад» недалеко от узбекского города Харши стали базироваться советские бомбардировщики Ту-16, перемещенные сюда 184-м гвардейским тяжелобомбардировочным авиаполком в украинских прилуках. С первых дней афганской войны база «Ханабад» была задействована во всех крупных операциях ОКСВА ограниченного контингента советских войск в Афганистане. На момент распада СССР в Ханабаде находилось 18 боевых самолетов. В тот день, когда на Ханабадский аэродром ступили ботинки первых подразделений американской 10-й горно-стрелковой дивизии, огромная территория базы служила для откорма личных бараний-хатар, принадлежащих новоиспеченному командованию Коршинских ВВС. Дорогущая советская инфраструктура приходила в упадок. Обсыпались перекрытия подземных ангаров, трескался бетон ВПП, в запущенном состоянии находилось радиолокационное и светотехническое оборудование полосы, дальние стоянки были просто разобраны на гаражи. Настоящим экологическим бедствием стал подземный склад ГСМ. Горючка и смазочные материалы нашли дорогу в грунтовые воды. Это было крупномасштабное экологическое бедствие. Стоило только копнуть на метр-другой вглубь ханабадской землицы, и сдуру можно было решить, будто под аэродромом находится нефтяное месторождение. Американцы быстро воздвигли забор из контейнеров, поставленных друг на дружку. Теперь, в дополнение к внешнему рубежу обороны, довольно солидному бетонному забору советских времен, в течение нескольких часов возник внутренний, стальной. Выставив посты и КПП, солдаты быстро натянули гигантские полевые палатки, расставили биотуалеты и протянули первые метры оптоволокнистого кабеля для интранета. Эксперты с ноутбуками, из которых торчали спутниковые антенки, прошли каждый метр, полученный без единого выстрела территории, и составили длинный список материалов, необходимых для скорейшей модернизации аэродрома. В башне диспетчера, который в последнее время наблюдал за стратегическим передвижением баранов, появились шумные крепыши-сигнальщики с войск связи, которые быстро начали монтировать американское диспетчерское оборудование. Позади диспетчерской быстро раскрылись зонтики гигантских спутниковых тарелок. На башне появилась новенькая табличка К-2 база ВВС США оплот свободы. В Ханабад стал пребывать основной контингент, а именно сами представители ВВС США. Как и во всех армиях мира, летчики их обслуга ребята с привилегиями. Но тут им пришлось слегка нахмуриться, ведь общее командование осуществляли офицеры 164-го подразделения военно-интендантской службы Пентагона. Хотя вскоре количество летчиков и аэродромной обслуги значительно превышало личный состав армейских горных стрелков, летунам все же пришлось подчиниться более жестким армейским правилам. А это значит не щеголять в футболках с короткими рукавами, несмотря на узбекскую жару, не баловаться пивком и не крутить романов солдатами в юбках, кое в Канабаде было превелико множество. Множество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Справа на картине ястреб без головы и девушка сплетенная из высохшей травы слева возле сердца выхлопная труба работают моторы не меняется судьба Я падаю в небо Я падаю в небо Я падаю в небо ради тебя Я падаю в небо Я падаю в небо Я падаю в небо ради тебя Субтитры подогнал «Симон»